Всем привет! Вы на канале ТОП-АРМИЯ. Американские военные находятся на пути к тому, чтобы доверить боевым машинам под управлением искусственного интеллекта самостоятельно принимать решения о применении оружия и уничтожении людей. Помимо США, автономное летальное оружие активно разрабатывают Китай и Израиль. «Перспектива появления смертоносных систем, не подвластных человеку, серьезно беспокоят другие страны», — пишет издание The New York Times. «Роль людей в применении силы — абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, этики и юриспруденции», — считает Александр Кэмент, главный переговорщик от Австрии по данному вопросу. Дебаты зашли в тупик, поскольку страны-разработчики автономных дронов либо не считают необходимым вносить соответствующие изменения в международное право, либо предлагают поправки узкие, а поэтому неэффективные. Американская делегация, в которую вошел представитель Пентагона, заявила, что в международном праве уже имеется положение о запрете применения оружия против гражданского населения. Однако их оппоненты из небольших стран опасаются, что автономные боевые дроны появятся на полях сражения раньше, чем регламент их применения. В качестве примера они приводят конфликт в стране У, где применение боевых дронов, в том числе совершенствование их программного обеспечения, развивается стремительно. Сейчас беспилотники там управляются операторами, но автономные БПЛА могут стать очевидным выбором, поскольку менее подвержены электронному подавлению. Обходясь без радиосвязи и спутниковой навигации. При этом официальные лица США и Китая на недавней встрече обсуждали вопрос потенциальных ограничений на использование и при размещении ядерного оружия. Ну а как вы, зрители канала ТОПАРМИ, смотрите на перспективу того, что автономные военные системы управляются искусственным интеллектом, могут самостоятельно принимать решения о применении оружия и уничтожении людей? Какие, на ваш взгляд, должны быть международные нормы и ограничения в отношении использования искусственного интеллекта в военных целях, учитывая быстрое развитие технологий и активное участие различных стран в этом процессе? Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok